МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вначале вспомним, что происходило в стране в годы Великой Отечественной войны 6 марта 1945 года, 75 лет назад. Далее о главных событиях уходящей рабочей недели в нашем традиционном обзорном материале, который напомнит, что важного произошло у нас в Золотой провинции, как мы прожили эту коротенькую неделю. Первый день в районе для депутатов законодательного собрания, которые приехали на выездное заседание секции по вопросам местного самоуправления, был полон экскурсиями на объекты ЖКХ, в социальные и спортивные учреждения и, конечно, в ТОСы. Живые впечатления вынесли из этой экскурсии депутаты и обсуждали экономию нашего жидкого печного топлива по сравнению с углем. Удивились, что север живет с профицитом тепла и без аварий. Культурный десант Северонисейского района высадился на Ивенкийской земле. Это событие без преувеличения историческое. За десятки лет соседства с Ивенкией – это первый визит северонисейцев с большой культурной программой. Поездка инициирована главой района Ишмуратом Гайнудиновым. Похоже, что с культурного десанта в Байкит продолжатся не только экономические связи между нашими территориями, но и культурные. В спортивном комплексе «Нерика» прошли испытания ГТО семейной команды. Нормативы сдавали даже бабушки, показывая своим примером, что прививать любовь к физической культуре надо с раннего возраста. И поддерживать спортивный дух надо на протяжении всей жизни. Спортивный фестиваль дал испытания по семи видам спорта. Шесть видов идут в зачет у мам, пап и детей. Четыре видов – в зачет у бабушек и дедушек. Напоследок готовится творческое задание – выполнить калаш на спортивную тему. По результатам сдачи норм ГТО третье место у сборной команды Жарниковых, Шабалтас, Каменевых. Второе место у Лисовских. Победителями стала команда Самойловых. В соревновании без бабушек и дедушек первое место у семьи Планида. Ну вот теперь пришло время открыть двери в гостевую. Сегодня у нас очень интересные гости. И не я их буду представлять, а Андрей, который все знает о своей семье и тех, кто сегодня присутствует. Андрей, давай с себя начни, а потом уже как? Я Андрей Лисовский Александр Александрович. А кто с тобой пришел? Мама Мария Степановна Лисовская. И Татьяна Лисовская. А кто отсутствует? Кого нет с нами? Папа Александр Александрович Лисовский. Мама помогает. Братик еще, да? Да. Как зовут брата? Демир. Это считается у нас многодетной семьей. Трое детей. Я недавно еду около дома в нашей золотой провинции. И встречает меня баннер, где вся ваша семья в сборе. Вот прямо это удивительно, когда многодетная семья, какая-то идея такая родилась. Это просто Мария. Я удивлена. Может быть, вот это трогает душу. Не только праздника, а вообще, что семейные ценности у нас есть. Есть дети в семьях? Как считаете? Да, дети у нас самое главное, конечно. Самое интересное, когда мы с мужем только начали встречаться, поженились. И мы планировали детей. И думали, что у нас будет трое детей. Мы хотели изначально. Мечты сбываются. Страшно было троих. Мы думали, двоих точно. Ну вот нам еще принесся третьего. Так что все, теперь трое детей. Да. Это вот обычно мамы, у которых трое детей, не работают. Но я смотрю, вы, в общем-то, успеваете, как человек, у которого вообще детей нет. Все время на работе и на работе. Как удается? Ну, мне кажется, по мне так всегда. Когда чем меньше времени, тем лучше структурируешь его. Да. Поэтому детям же тоже привычный образ работающих родителей. У нас и папа работает довольно-таки, много времени занимает работа. И, соответственно, моя должность. Но в последнее время, наверное, стараюсь уже подбирать работу не только по душе, по зарплате, как мы многие, но и тем не менее подстраивать под детей, чтобы можно было иногда совмещать полезно с приятным. И дети могли посещать рабочее место уже с мамой работать. Дети, вот слушайте внимательно, что сейчас мама расскажет. Вот расскажите, как проходит ваше утро в многодетной семье? Во сколько вы встаете, во сколько успеваете развести всех, кого в детский сад, в школу, в садик? Ну, буднее утро – это вообще у многодетных семей. Я думаю, многие согласятся, что это просто квест. Спринт. Квест. Потому что это на идее что-то найти. Быстро одеть всех, покормить, позавтракать. А дети отвезти еще нужно в садике, в школу. Ну, Андрей сам ходит уже в школу, он уже взрослый. Конечно, они самостоятельные дети отдают должность, что они все одеваются. Главное – разбудить, потому что подъем очень тяжелый. Хотя режим соблюдаем, стараемся, во всяком случае, соблюдать. Конечно, дети полицейского, это же понятно, что там все, да? Папа командует, раз, два, три, все, за 40 секунд. Командует, командует. Командует, точно? Командует, папа отжимается, они дома. Так, сколько раз отжимаешься? Много? Десять, двадцать? Десять, двадцать, тридцать. Десять, двадцать, тридцать. А Таня? Ну, Татьяна пытается у нас тоже отжиматься, когда мальчишка. Два раза? Умеешь? Да, да, да. Вы планируете свою жизнь? Ну, планирую. В нашем районе, потому что это важный момент такой. В нашем районе, конечно. Я человек, в принципе, приезжий, с 2006 года я живу, и район искренне полюбила. Честное слово, искренне полюбила. Горжусь очень районом, считаю, ну, я думаю, по праву, своим районом. И когда даже куда-то уезжаешь, начинаешь постоянно сравнивать. То есть у нас всегда на порядок выше. У нас и в плане планирования в районе жизни, конечно же, всегда говорилось, что лучшего места для воспитания детей не найти. Начиная от того, что все-таки небольшая удаленность везде, то есть все-таки это поселок. И цены небольшие. Самая главная секция бесплатно, да, что у нас позволяет всевозможные кружки. И то есть дети ходят везде, у нас абсолютно бассейн есть. Это, конечно, сказка. Многие завидуют. У нас есть, у меня племянник, который постоянно звонит и говорит, я хочу к вам приехать в бассейн и покупаться. Вот я знаю, что вы родом, кажется, из Мансков, да? Каратузский район. А, вы там проводили декретное время какое-то, по-моему, с дочкой, да? Да, мы там в декрете, как будучи в декрете, мы туда, естественно... Наверное, рассказывали про район не меньше, чем сейчас. Конечно, всегда рассказывала, было приятно. Когда глава района Каратузского, тюнинг Константин Алексеевич, он сказал, очень наслышан. Довольно-таки тоже сильный глава. Ну, мне понравилось его выражение. Я говорю, ну, действительно, район изменился за этот период времени. Каратузский, вот я имею в виду, я его похвалила. Говорю, конечно, очень приятно посмотреть. Он сказал такую фразу, ну, мне не сравниться с вашим главой. Мне еще идти, идти. Я говорю, ну, какие ваши годы? Это так, я знаю, что работа у вас такая особенная тоже. Вот сначала вы работали в ЦРБ, и столько было профилактики. Мы все занимались и физкультурой на рабочих местах, столько было акций. Вот просто вот зажигалочка такая мама, да? Вот, а теперь вы тоже с мячом. Я знаю, что вы занимаетесь и ведете адаптивную физкультуру. Да. Это что такое? Это что? Я инструктор методист по адаптивной физической... Может, начнем? Да, да, физической культуры спорта. Вообще адаптивная физическая культура, это направлено и конкретно для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. То есть это... Да, такие люди есть, тут секрета нет никакого. Конечно, есть это раз. А во-вторых, ну, с ограничением состояния здоровья, ну, очень много, так скажем. Пусть не с инвалидностью, но которые не могут себе, допустим, позволить заниматься спортом нормальным, да, так скажем. Да, полную силу, как обычные люди. Поэтому выбирают адаптивную физкультуру. То есть у нас идет несколько групп, люди приходят за период моей работы, уже довольно-таки много пришло людей. У нас мы занимаемся оздоровительной физической культурой, это в спортзале. Мы занимаемся скандинавской ходьбой, у нас лыжи, лыженицы. И, да, вот мини-волей. Мяч как вписывается в эту историю. Да-да-да, вот он, мяч мини-волей. Что, бросать, клавить, да? Да, бросать, клавить. Ну, бросать, может, поймает. Ну, попробуйте. И обратно, да? Он очень легкий, да. А, понятно. В том-то дело, это мини-волейбол. Недавно можно сидеть на учебе. Можно, колясочники тоже играют в мини-волейбол. А что развивает? Здесь развивает, ну, конечно, быстроту, ловкость и логику развивает, что это же постановка игры, как ударить, как отбить. Ага, да, пусть играет. И вот, получается, у нас самое главное, что, как вы заметили, мяч очень легкий, воздушный. То есть здесь никакого травматизма и силы большой не требуется. Этот вид спорта, можно еще скажу, вид спорта пришел с Японии. Это японская, да, мини-волей называется. Что нам в нашей провинции японскую методику не применить? Вот я теперь хочу, заканчивая наш вот такой очень интересный разговор, хочу спросить. Ты подарок маме приготовил, сестре? Да. Можешь сказать по секрету, мама не слушает. А что это? Откройка. О, мама, я вот знаю, что это подарок. А теперь я хочу, чтобы ты поздравил всех женщин, может быть, нашего района, девочек, школьниц, тех, вот такие возраста, как и твоя сестра и как твоя мама. Ну, давай, пожелай что-нибудь. А мама, ну чего? Заберем женю. Я хочу поздравить и маму станет. Свою учительницу Галина Николаевна. А других женщин? Женский день ведь 8 марта. Всех? Всех женщин нашего района. Что пожелаешь? Здоровья и счастья. Мама, помогай, продолжай. Красоты. Женщины все, конечно, мы же девочки. Дочь у меня любит говорить, мама, мы же с тобой девочки. Я говорю, да, мы с тобой девочки. Вот просто таких мелких, каких-то женских радостей, которые, может быть, это мелочи, но нам всегда приятно. Ну и, конечно же, море цветов и любви. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Вот для вас это первое, для Тани. Ты уже был, правильно, был. Ну, мама у нас частый гость, поэтому, мама, будем еще встречаться. Обязательно. У вас очень интересная работа, поэтому мы готовы показывать. Обязательно. Приглашаем вас в гости к нам на реку и обязательно покажем эту увлекательную игру. Спасибо огромное. Начинаются праздничные дни. Впереди целых три дня выходных. В преддверии 8 марта социологи провели очередной опрос, чтобы выявить рейтинг самых популярных подарков. На первом месте оказались цветы. Букеты, согласно опросу, хотели бы получить в подарок более половины женщин, а 70% мужчин планируют преподнести их милым дамам. На втором месте парфюмерия. Любимый аромат в качестве праздничного презента хотели бы обрести четверть представительниц прекрасного пола. И 27% мужчин готовы удовлетворить их маленький каприз. Лучшие друзья девушек ювелирные украшения на третьем месте в общем рейтинге праздничных подарков. Их ожидают получить 29% женщин. И осуществить их желание готов каждый пятый мужчина. Какие подарки готовят для своих мам наши дети? Корреспондент информационной службы заглянул в первый детский сад. Вот какая творческая мастерская развернулась накануне весеннего праздника. Как поздравляют у нас в золотой провинции женщин, какие есть традиции, что говорят мамам в день 8 марта, изучали корреспонденты нашей информационной службы. Сегодня на праздничном концерте мамы подготовительной группы первого детского сада получат не один подарок, как обычно, а два. Первый ребятишки сделали вместе с воспитательницами, второй им помогли сделать пионеры второй школы Вика и Маша. Это была идея Татьяны Геннадьевны, но мы поддержали. Как выручали идею? Тут приносит идею и как это происходит? Мы обговариваем ее, решаем, как будет происходить и делаем. Возможно, чем-то дополняем. Перед этим девчонки с главной пионерской вожатой подготовили для праздничных открыток заготовки и элементы декора. Цветочки, листочки, циферки. Пионеры очень удивились, что ребята настолько понятливые и самостоятельные, что им и помогать особо не надо было. Все с первого раза запомнили. И открытки получились яркие и красочные. Будет чем порадовать маму весенний день. День девочек. А может еще и бабушек? Да. И воспитателей? Да. И тетя. И тетя, правильно. И тетя. Скажите, а что вы? Это первый подарок для мамы или вы уже с воспитателями делаете? С воспитателем. Мы делаем это второй. А что же вы там-то делали? Расскажите. Это вот цветок. Открытку можно подписать, добавив пожеланий. Ребятишки уже умеют это делать, но буквы пока неровные и сложно складываются слова. Так что помощь пап очень необходима. А вот с дружным поздравлением справляются сами. Поздравляем! Твоя мама, она как? Красивая, добрая, умная. А мама тебя ругает, когда твои с дружкой распрасываешь? А что она говорит? Она говорит, что побирала. А чем вы с мамой занимались? Поделки делать, играть, танцевать. В студии любишь кушать? Мама, что готовишь? Скажи нам. Да, воль. Яичницу. А ты маме помогаешь, младшим братам? А как ты ей помогаешь? Мою посуду, полы. На дворе еще лежит снег, а на календаре уже весна. Вместе с весной к нам приходит удивительный и прекрасный праздник. Международный женский день. 8 марта – это удивительный, самый нежный праздник. На заседании актива пионерских дружин мы решили организовать и провести акцию, посвященную Международному женскому дню о женщина творения богов. Этот день согрет лучами солнца, улыбками женщин, усыпан россыпью цветов. А сегодня мы хотим поздравить женщин нашего поселка с наступающим праздником и вручить им подарки, сделанные своими руками. Здравствуйте, мы пионеры Северо-Несельского района, средней школы номер один, имени Ефима Семеновича Белинского. Хотим поздравить вас с Международным женским днем. Ой, спасибо большое. Да, это подарки сделаны своими руками, дети сами делали. Магнетики на холодильник. Спасибо огромное. Мы сделали своими руками подарки. Спасибо. Это магнетики на холодильник. Я приняла. Ой, так здорово, красиво. Очень, вообще неожиданно, конечно, очень. Очень неожиданно. Я взаимно желаю вам успехов и здоровья всем, самое главное. Спасибо большое, ребята. Спасибо вам, дети, большое. Спасибо. У нас много, смотрите, какое чудо. Спасибо большое. Спасибо большое, девочки, мальчики. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Я очень рада за ваши поздравления. Я буду хранить это. Спасибо. Да, вы мой сладкий, спасибо большое. Всех женщин с праздником. Счастья, красоты, любви. Спасибо. Примите наши поздравления. Международный женский день. Пусть будет ваше настроение всегда цветущим, как сирень. Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда. Пусть дом ваш будет полной чашей удачи, счастья и добра. До свидания. Удивительно, закончилась прошлая неделя Масленица, и нынешняя начинается, и заканчивается любимым женским праздником. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию материал о том, как наши земляки Масленицу провожали, до весну встречали. А я на этом с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. Не десятки, а сотни жителей и гостей районного центра собралось на площади возле Дома культуры. Солнечная погода дарила всем радостное настроение. Народный праздник проводятся ярмарки, песни и танцы. Девушки надели платочки, голубые сарафаны, да вышли в пляс. Щечки нарумянины, нет улыбки краши. Топают сапожками, под гармони гусли. Это хореографы из группы Микс. Музыкальный руководитель группы «Вальди» Ирина Бойченко в своей песне напомнила о весне, которая пробуждает все самое прекрасное в человеке – любовь и красоту. Музыкальный руководитель группы Микс. Я помогу тебе не разлюбить меня, хочешь, хочешь. Я просто поняла, что трудно без тебя, очень, очень. Я силы соберу и сделаю весну громче Я из моей души сегодня прогоню осень Никому не говори, что очень любишь меня Смотри, ведь это наша заря Сотри мои обиды и зря Любовь разжигает костры в песне Натальи Дедовой Горячее сердце способно растопить лёд, подарить счастье близкому человеку Я сжигаю мосты, уходя Часы всё по кругу быстрее И возвращаю обиды, любя Сумма в духе бессмысленных дней Чёрный кофе остыл на столе Темный тон безнадёжно мочит И слез от дождя на стекле И для встречи нет больше причин На сцене побывала целая плеяда молодых звёздочек, талантливых детей, группы «Смайлики», «Радость», «Незабудка» и воспитанники вокальной студии «ЮЛА» Юные артисты радовали зрителей интересными номерами Душа словно птица, у неё вырастают крылья Об этом поётся в народной песне Таисии Котельниковой ПЕСНЯ 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 Молиться о том, что сперекла крыла Что сперекла крыла Не совершится народное гуляние без театрализованной игры скоморохов Коморохи издавна смешили простой народ и знатных людей, как и в старина Руси Так и в этот праздник появились на публике персонажи в невероятно ярких цветных штанах и рубахах А на голове смешные колпаки с бубенчиками, которые уже одним своим звоном радуют детей «Нет ли дырки у меня на спине?» «Нет, нету дырки» «А может быть я дома рот забыл» «Да так бы ты не говорил» «А чего это они на меня так все глядят и узнавать меня не хотят» «Вот мы недотёпы, а мы уже полчаса как гуляем, а людей-то они знаем, они нас не знают, а мы их не знаем» «Вот мы маху-то дали, а давай устроим гостевую перекличку» «Пропал сынок-блинок, а чтобы его найти, надо силушку проявить богатырскую и показать свои таланты на сцене» «Мужчины рубят чурки, да так, что щепки во все стороны летят, там запрятаны монеты, кто больше всех соберёт, тот и победитель» «На этот раз лучше всех справился с заданием спортсмен Андрей Гринбаум, вытащил 9 монеток и призы заслуженные получил, фляжки и инструменты, которые, по словам Андрея, он подарит своим знакомым» «Настроение отличное, колонн, конечно, всё плохо, колонн был слишком маленький для моего большого роста, немножко по-настоящему было поинтереснее, ну и чурок, чурки сами видели, с сучками были, такие сучковаты, ну нормально, супер, погода классная, всё отлично, всё замечательно» «Детвора забавляются игрой, бросают валенки, кто дальше всех, оседлали дети волшебную метлу и бегут в эстафете, кто же самый быстрый, а может быть и летят по наружку» «За участие в играх получают вкусный подарок – чай с блинами. Вкусные лакомства на расписных разносах несут девушки, угощая гостей народного праздника» «Да, что блины – это похоже на солнце, и каждый год прощает зиму на осень» «Не забыли и про традиции бани. Молодые пары, парни и девушки по команде парят, хлещут друг друга вениками, разлетаются листья, публика веселится. Может, кто захочет в настоящую баньку пойти после этого конкурса?» «Толстую гирю весом в один пуд принесли с комарохи на конкурс силачей. Кто большее количество раз поднимет её за минуту, да повыше? Не перевелись богатыри да добрые молодцы» Школьник Артём Бурсов поднял гирю 25 раз, обойдя своим рекордом самого тренера спортивного клуба «В первой школе учусь. Боксом занимался раньше. Сейчас нет. А сейчас вообще каким-то спортивным видом планируешь заниматься?» «Плаванием планирую заниматься сейчас». Невозможно пройти просто так мимо символа традиционной масленичной игры – деревянного столба на самом центре площади. Ряженый стоит в разноцветных ленточках, красуется на ветру. Прятаны вверху призы с подарками. На них с любопытством смотрят мальчики и девочки. Забраться на самый верх за подарком и узнать, что скрывается за оберточной бумагой огромной конфеты, было интересно Артёму Сорокину. Наравне со взрослыми мужчинами он прошёл это соревнование. А ведь мальчику всего лишь 11 лет. Печатления незабываемые. А школьник хочет и всерьёз спортсменом стать. Может и на самбо записаться. Тут уж не поспоришь. С такой-то выдержкой. «Я залазил, я вниз боялся смотреть, думаю, сейчас упаду. Залазил, боялся достать. И потом достал и слез». О детворе всё мало. Хотят они веселиться, резвиться и скакать, побегать с импровизированной сковородкой и мячиками, да попрыгать в мешках вокруг аниматоров, костюмах собачек. И последнее соревнование праздника – перетягивание каната. 40 юных участников схватили огромный трос, разделились поровну. По 20 человек на каждой стороне. Победит сегодня тот, кто больше всех каши ел. «Давайте, на старт. Внимание, марш! Раз, 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 раз! Еще, еще, давай, 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 тянем, тянем! Силу, давай! Самый главный обычай – проводить зиму сжигание чутела масленицы и соломы. Под клич «Гори, гори!» ясно, чтобы не погасло. Все участники праздника на безопасном расстоянии наблюдают за костром, в котором, по народному поверью, останутся в прошлом. Все несгоды, сгорят все обиды. Собираются все, кто пришел на народное гуляние, вместе в дружный хоровод. И кружатся, встречая весну. А на небе наблюдает за всеми солнце Ярила. Пусть оно не только украшает праздничный стол со своим символом блинами, но и украсит небо, уже подольше согревая теплом на севере каждого. Анна Познякова, Виктор Потопчук, Северо-Анисейская информационная служба. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис УМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе УМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения протеортических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или заменит страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу УМС. Если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей-специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проконтролирует организацию и сроки госпитализации. В том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным. А взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.